Hyundai представила обновленный Santa Fe. Кроссовер переехал на новую платформу и получил свежий дизайн. Hyundai Santa Fe 4 поколения получил широкую решетку радиатора, светодиодные Т-образные дневные ходовые огни и увеличенные колесные арки с 20-дюймовыми дисками. Задние фонари соединены тонкой горизонтальной полосой. Корейская компания отметила, что салон стал просторнее, а интерьер с материалами премиум-класса роскошнее. На центральной консоли расположился 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, культимедийная система с навигацией, выводом изображения задней камеры и набором развлекательных функций. В такой же дисплей, кстати, устанавливается премиальный Genesis. Рычаг переключения передач сменен на кнопки. Справа от них расположен поворотный селектор выбора режима вождения для езды по песку, снегу, грязи, а также эко-режим, спорт, комфорт и автоматический интеллектуальный, который распознает стиль вождения и выбирает режим самостоятельно. Технические характеристики модели объявлены в неболе, равно как и сроки выхода модели. По предварительной информации Santa Fe будет построена новая платформа, которая позволит Hyundai продавать модель с гибридной силовой установкой. Традиционные бензиновые двигатели в линейке останутся. Ожидается, что в Европе Santa Fe выйдет на рынок осенью 2020 года. Сейчас в России продается предыдущее поколение Santa Fe с бензиновым мотором 2,4 литра и дизельными 2,2 литра и 3,5-249 л.с. Все версии оснащаются полным приводом и автоматической коробкой передач. Цена стартует от 2,194,000 рублей. В России во втором полугодии также начнутся продажи кроссовера Hyundai Palisade и следующего поколения Hyundai Elantra, а также первого кроссовера бренда Genesis GV80 и Sedan Genesis G80. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира.